Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Вы заметили, что высевая, например, тот же редис, если вы исчезаете рано весной или в отрое половине лета, редиски вырастают красивыми и сочными. А вот по сей уже май, июнь и до середины июля, значит, не дают корнеплодам какие-то вырастают жесткие хвостики, и растения зацветают. Отчего это происходит? Мы поговорим, разберемся, что это за явление. Так вот, все растения адаптированы так, что каждое растение приспособилось к определенной длине дня. Если день длинный, значит, растения, одни растения при длинном дне быстро зацветают, другие растения зацветают быстрее при коротком дне. А у нас, как бы, лето, в наших широтах всегда очень длинное. Лето доходит где-то 16-18 часов в июне месяце. И вот именно длина дня и регулирует то, что растения образуют не товарную часть, которая нужна нам, а образуются цвете, то есть начинают скорее образовывать семена. Значит, группа растений длинного дня включает в основном холодостойкие виды. И эти виды, значит, можно разделить на три группы. Первая группа – это капусты. Все однолетние капусты, как пекинская, капуста брокколи и даже цветная капуста, многие сорта ранние особенно, значит, они, когда день длинный, образуют не товарную часть, не образуют тоже красивый качанчик, который вы видели у пекинской капусты, вот, или красивые крупные головки тоже брокколи или цветной капусты, они зацветают. Головки рыхлые, маленькие, быстро зацветают, и урожаем хорошего мы не получаем. Также такое явление, что растения могут зацветать характерно и для корнеплодов. Какие корнеплоды? Ну, во-первых, конечно, это редиска, это различные редьки, это репа, это дайкон. Все эти культуры также реагируют на длину дня. Ну и есть еще группа растений, опять же вы могли замечать, это салатная группа растений, такие, как сам же салат, укроп, шпинат. Эти культуры также, и даже шавель при летних пассивах, он сразу начинает заходить и сразу начинает уже выбрасывать с отцветия. И мы, как бы, это нам не надо. Как нам этого избежать? Как эти растения составить, чтобы они давали хороший урожай и корнеплодов, и хороший урожай, там, других частей в любую пору года? А делается все очень просто. Мы будем регулировать длину дня. Еще в 1918 году физиологи растений, ботаники, заметили, что вот, если на растения воздействовать, уменьшать или увеличивать световой день, значит, соответственно, наши растения будут давать урожай раньше или позже. Так вот, все растения короткодневной группы, уже технология отработанная, высеваются на градках, их можно высевать на градках, и им укорачиваем день. Им укорачиваем день для того, чтобы они переходили к цветению. День укорачиваем до 10-12 часов. Технология в чем заключается? Посадки этих культур мы можем сделать под дугами и накрывать в определенное время черным материалом, то есть пленкой или черным спонбондом, или любой материал, затемнять эти растения, чтобы для них создавать ночь. Можно сделать более просто. Если дуга нету, ставим пластмассовые ящики, которые с ножками, ставили эти ящики по родочкам и набрасываем в определенное время черный материал. Так вот, вас, конечно, заинтересует. Ну, понятно. А как и когда затенять? Знаете, я еще раз повторяюсь, что длина святого дня должна быть от 10 до 12 часов. Соответственно, если у нас будет 10 часов, вы можете в 7 часов открыть ваши посадки, и в 17 часов опять засемнить ваши посадки. Если у вас такая, по времени вы на работе где-то, ну, вы не успеваете. Делать 10-часовой день вы не успеваете, потому что надо где-то доехать до работы, значит, вы тогда можете в 12-часовой день накрывать растения. Так, и самое важное, что, обратите внимание, укорачиваем световой день для растений в течение первых двух недель после всхода. То есть, не надо думать, что это работа, это надо заниматься весь, ну, все время. Первые две недели после всхода перестраивают программу растений, и они, соответственно, тоже редис, начинают не выцветать, даже при посеве в июне месяце, начинают образовывать хороший, сочный, и вкусный корнеплод. Это один нюанс. Второй нюанс это затенение. В чем? Значит, по длине дня вы поняли, но не всегда могут получаться. Мышь не часы, мы можем где-то и забыть, и все. Значит, сегодня, например, мы открыли в 7 часов, завтра открыли в 9 часов, ну, соответственно, длину дня соблюдайте. растения будут все равно реагировать, даже пусть в 9 часов вы их открыли, значит, плюс 10, в 19 часов вы должны их уже закрыть. Если 12 часов в день вы делали, значит, в 21 час закрыть. То есть, время открытия и закрытия не так важно. Важно для растений важно то, что соблюдается длина дня. Первые две недели вы получаете прекрасный, прекрасный урожай. Кстати, такое же явление можно сделать с некоторыми другими культурами, культурой короткого дня. Например, баклажаны. Если баклажанам уменьшить световой день до 12 часов, но там просто технология другая. Эти культуры холодостойкие, что я назвал, мы их укорачиваем световой день на фазе от всходов и первые две недели, а по баклажанам в те две недели срок затемнения баклажанов сдвигается, когда им баклажанам исполняется 30 дней, то есть, месяц после всхода, вот после этого две недели мы начинаем наши баклажаны затемнять. У баклажан световой день мы укорачиваем до 12-14 часов. Мы укорачиваем. Что это нам дает? Это нам дает, повышает сильно урожайность. А урожайность почему повышается? Баклажаны начинают закладывать бутоны. Начинают закладывать бутоны и, соответственно, раньше начинают свести и раньше дают плоды. Ну, вот, прослушали вы и у некоторых могут возникнуть вопросы. А если мы эти баклажаны будем затемнять в начале всходов, там же баклажаны, перцы, что они позднее, мы затемнять. А вот здесь мы нанесем вред растениям, потому что большинство растений, которые являются растениями короткого дня, а это же все теплолюбивые, это все и тыквенные культуры, это все поселеные, то есть и перцы, и помидоры, и баклажаны. Значит, что произойдет в этих теплолюбивых культурах мы ставим в начале всхода укорачивать световой день. Наблюдаются очень интересные явления. Уже после четвертого и пятого закладывается цветок, но растения перестают расти, то есть один этот плодик растет на всем растении. То есть вот почему для этих культур в самом начале роста очень опасно укорачивать световой день. И вы сами заметили, что когда вы растите рассаду, все советуют, чтобы вашу рассаду досвечивать, чтобы досвечивать, чтобы растения развивали мощную массу вегетативную. Раз будет мощная масса, значит соответственно потом будет и хорошее плодоношение. Так что резюмируя все сказанное, вы поняли. Укорачивая световой день в летнее длинное длиннодневные дни для хладостойких культур вы будете получать хороший урожай и той же пекинской капусты и редиски и редьки и дайкона и укропа не будет вас выцветать, шпинат также не будет стремиться цвести, а будет давать хорошую зелень. Поэтому воспользуйтесь этим простым способом, этим нехитрым советом. Хороших вам урожаю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...